Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 627. События дня. Притча Соломона, 30 глава, 6 стих. Не прибавляй к словам Его, чтобы Он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом за 31 августа 2017 года. Событие, которое в городе быть и не может. Самое маленькое. Большая ветла, ветлина, наклонилась и прямо на наш сарай. И далее только на сарай она и лежала. И сдвинула, наклонила. А сарай это склады. Два большие склада. Один большой, большие склады. Когда-то при начале восстановления поселка Потеряевка у меня запасы были примерно на 100 человек. Если приедут в один день и 100 человек принять. Было бы где скрыться от непогоды. Летом. От дождя. Было где ночевать. Постели. Одежда рабочая. Инструмент. Где обедать. Вот такое продержал я практически 26 лет. Такое настроение. А где одежды брали. Где? Я вел занятия в высшем авиационном училище города Барнаула. Встречи с курсантами. Близкие отношения с руководством были. Ну, однажды запросил генерал-полковника Пьянкова Бориса. Помогли палатками. Огромными танковыми палатками прикрывают. Потом 70 шинелей. Мы все постирали. Привезли 70 кителей. Грюк. Погоны все эти убрали. О, Бога. Вот. И все это стоит по сегодняшний день. И вот огромное дерево. И выступает, сказать, балка у нас последняя, которая прибитая доски. И она давит ее в ту сторону. И повела весь склад. Там тонны и тонны. Да еще ветер. Да развесистое дерево. И вчера мы его убрали. Не до конца еще. Еще надо разделывать его. Тоже будет показано как. Стали убирать. И у этой ветлы она уже сотлела вся. Но диаметром она больше метра. Диаметром. Просто огромная. И внутри там поселились не первый год шершни. Стая волков серых, как говорим. И вот теперь как дальше нам продолжить, чтобы остаток убрать ее. Она все еще давит своим остатком. И потом все убрать. И машина есть такая у Игоря Барабаша. Кун называется. Приложить тут вверху толстые плахи или бревно. Как сумеем. Чтобы он пытался выправить. Когда все уберем. Сейчас как управлять, когда отпилили-то ее. Часть только этой ветлы. Но уже того давления нет. Хотя бы затормозить. Человек, который слушает. Ну и что это за событие. Ничего себе. Человек фактически лишается того, что для них заготовлено. Все там упаковано. Подушки, одеяло. На сто человек. Покупал, хранил, берег. И там склады еще и подземные. Забетонированные. Это не просто так. Это открываешь, когда потом... Вот представь, 4 метра отмеряй, 4. Вот только такую яму копали, чтобы выдрать корни, спиленные деревья. Они вместе переплетенные, огромные. Никак. Нет никакой техники вручную. Все равно мы сумели подрубить, залезть там в центральные корни и убрать. Ужас просто. Это не метр, не 2 метра на 4. Это склад. Это весь он из деревьев был. Деревья убрали, а потом корчевали пни. Это было 26 назад. Первый же, наверное, год. Я в то время много, очень много вел занятия. 1991-1992 годы. Очень и очень много. Во всех воинских частях, во всех отделах милиции, в пяти университетах, институтах, техникумах, десятках школ, заводах, фабриках, прокуратуре, судах. Ну, нет места, где бы не проповедовал. И когда нужно было что-то, я обращался к людям. Вот тестомес. Одно. Директор, не директор, а ректор Алтайского государственного технического университета Евстигнеев Владимир Васильевич позвал меня и говорит, вот, бизнесмены у нас желают поднять свой уровень образования, а там бизнесмены и с высшим образованием, но момент не тот. Заканчивалось марксизм и ленинизм, а дальше-то что? Другая обстановка, смена власти, другая эпоха. И они пожелали, чтобы вы преподавали. А почему я? Ну, они следят и за газетами, и по радио, и все время на слуху, на виду, и вот они сказали, вот нам его дайте. Да как я только начинаю? Никаких. Ну, я стал вести у них занятия по два часа. Совсем немного. Ой, какие пупки. И я сказал, говорю, вот мы, деревня там, все это снято, фильмы о нас были, я пришел. В то время такие были кассеты, видеокассеты. Не было интернета, ничего еще тогда. Им очень понравилось. Проходит там неделя. Ректор университета, в университете 21 тысяча студентов из 18 стран только учатся. и говорит, вот берите квиток, квитанцию там какую-то, и получите деньги. Какие деньги? Вы вели занятия. Ну, я разве за деньги? Ну, за деньги? Я пошел, там такая сумма, я говорю, это что-то ошибка какая-то. Никакая не ошибка ваша. Так откуда эти деньги? Это бизнесмены, это не университетские деньги, это они перевели. Как же так? Я тут разговаривал с одним, Олег, вот, он кандидат наук и ведет занятия в АГУ, и еще и редакторы, или там, заместители редактора газеты. Сумма незначительная, маленькая. Когда я ему стал потом рассказывать, я там профессора-то этого, академика спросил, говорю, а по какой ставке? Как, какой профессора? Какой же я профессор-то? У меня никаких званий. Нет. Там чуть ли не Нобелевская премия, они мне накрутили. Ну, помялся, получил, думаю, отнимут потом такие-то деньги, еще подобного. Я спросил, говорю, вот кто-то работает, нам нужен тестомес. О, один говорит, у меня там есть он, но он требует там небольшого ремонта. И право, Сорокин фамилия. А потом приехали в Потеряевку еще эти бездесмены. Как их тронуло все рассказ. Братья Михеевы, они вот, алтайское растительное масло, это главная бездесмена, главная там халва, и они всем помогли. Всем, что у них есть, они всем мне помогли. Ну, Бог так делает, располагает сердца людей. Директора, генеральные директора, какие-то артеи, резино-технические изделия, они военные готовят все там. Лодки огромные, и мне четыре лодки подарили Хромов Анатолий Петрович. Я его называю патриот российский. Потом, спустя 20 лет, я их найду всех, я отблагодарю книгами. директор станкостроительного завода, теперь он ректор юридического какого-то университета, там, Горшков, Вячеслав Григорьевич. Тот помог и гвоздями, и все, что тяпки, и все. Вот. Ну, и сегодня министерство по образованию, Чернищенко там, ищи за ту организацию о детском лагере, дать знать объявления, потом они все это припомнят мне не они, а другие коммунисты. Коммунисты сильно недовольны были. Я обращался, депутаты, то есть, вхож к ним, депутатам, военные, все, представьте, я домой прихожу, машины стоят, выходят люди, а мы вас тут давно ждем, кто полковники все. Вот решили зафрахтовать самолеты из одной воинской части в другую вас, чтобы полные кинотеатры набитые солдат, специально с вами приехали, я в них там выступаю, говорю о Боге, о вечности, о жизни, о Христе, о спасении. Вот такая была жажда в народе. Я знал, это кончится, как только начнут открывать новые храмы, попы все задушат. Так все получилось. Так вы еще, пророк, да какой пророк, я просто знаю, попы сейчас погонят и к мамоне, желтолицам, Мамона, Вильзи, Вулович, они туда все столкнули. И попы подняли мощную компанию против меня. А люди на них, эти тогда, и попятились. Потому что я в ответ начал публиковать тоже материалы о их делах, неправильное крещение. Один год, 26 человек сразу крестились только. Так это проверка какая-то. еще при условии к нам никого нельзя звать. Нельзя звать. Да это же везде зовут. Каждый к себе. У нас поставили правило не звать, чтобы люди просились. Вот это условие мы выдержали 26 лет. К себе не звать. Не звать. Куда к себе? В общину. А потеряевки дали знать. И какая проверка. Потеряевку, допустим, чтобы человек доказал, что у него есть пять качеств. Не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. И свои средства. Ну и кого? Ну никого и нету. Один приедет за 10 лет. Ну вот такие правила, условия у нас. Мы не завлекаловка. Мы смотрим на качество, не количество. Вот многие говорят эти слова не количество, а качество. А этим только и живут. У нас этого нет. Нет этого. Поступило письменных запросов поселиться в потеряевке полторы тысячи. всем ответил. Поселилось только трое, а остался один. Вот и все. На полторы тысячи один. Это какой процент-то? Ничего, в Израиле было так. 600 тысяч вышло, а два человека спаслись. Вошли в обетованную землю. Иисус, новин и халев. Вот так. Ну, я никого не знаю нигде, чтобы такое было правило. Так тщательно проверяли. Да, проверялись. Почти никого нет. Но, однако, так и держим. Мы знаем, что у Бога есть свой день и час. На поводу прихоти неверующих не пошли. Вот. И вчера, вот я говорю, начал-то со складов говорить, а куда вышел. И вот чем, какие события они перенесены. На сегодняшний день было служение. Батюшка назначил на полдевятого на сегодня. Ну, события-то дня вчерашнего, я говорю, о школе помолиться. Тоже удивительное дело. Потом все откроется. Как школа будет, не будет, но уже склоняются весы в эту сторону. На два ученика три учителя. Чуть ли не четыре. Один запасной даже. Это Бог делает так. Господь. А, которые в прошлом году окончили, все они с красными аттестатами. Вот. Повезли их в Барнаул там устраивать дальше. Десять-ка девять классов потеряем квартирки. Ну, Работу себе находим. Володя с Никитой у Романа малыша. Ну, Володю я забрал. Он вчера хлеб пек. У нас русская печь. Это в Володином доме у Никиты тоже запасное. И каждый раз говорим, вот Роспотребнадзор нас навалился в прошлом году. И все непонятно было. Но уже через несколько часов я сказал, лагерь закрыт и ликвидируется. До тех пор, пока не изменится отношение государства к детям. Роспотребнадзор. А сейчас говорим спаси Господи и Роспотребнадзор спаси Христос. В комнате ходим, огромные окна. Это дом бывших Калашников, теперь Пащенко. Я все время молюсь за Калашникова. Петр и Евдокия и братья, сыновья. Какие они молодцы. Как хорошо все сделали. И русская печь, видно, самостоятельная, знающие дело, работяги. Ну, а я на чуть что помолиться мне, я на чердак, там у меня вторая голубятня, ну, больше 30 голубей. Вот тоже о голубях там снимаю иногда. Это событие для нас это событие. Вот. Еще я тут ухожу, ураган, собака, которая с нами ездила, чемпион России, входит в года, уже 9 лет, наверное, Надо накормить, прогулять, выгул ему дать. А Никита вечером кормит. Володя печет хлеб, потом батюшка даже закажет две булки привезти ему. Хлеб прекрасный где-то, но у меня еще и сушеные сухари, и как чуть я на сухари перехожу, они ко мне тянутся. А хлеб просто прекрасный Володя печет. А учил его Виктор Николаевич Савченко, пекарь. А где уж он учился, там, вот у нас было, кому, кто знал. Русские печи. У Никиты здесь, и в лагерь, в лагерь ноги не ложат никто. Но в случае чего-то можно тоже две русские печи. Там сразу можно затоплять две. Вот такие наши события. Показать наши ресурсы. Это Мой Мир, Mail.ru. Очень хорошая система. Переписывать можно вот вверху Mail.ru, где к истине два собачка Mail.ru. Переношу сюда то, что ставится на видеоканал. Переношу сюда. Второе это наш православный видеоканал. 1600 тем. нему. Никаких споров, ничего нет. 200 с лишним человек каждый день заходят. Но для нас это как бы как раз. И вот канал. Канал большой. Нас я не знаю система или кто перевели в СМИ средства массовой информации. Вот просмотров 7 миллионов 390 тысяч 284. 7 1633 подписчика. Вот сегодня получилось так. 11 роликов поставил. И всем может быть и нравится. Ну заходят. поставил. Сегодня немножко есть. 34 сейчас посмотрю. Вот 17. Ну да так и есть. Самое большее посещение. Роман малыш заливает фундамент подростку и пищу. 51 просмотр за 41 минуту. А остальные поменьше. Потому что укрепление столбов на складе пасынками. 6 по 6. Все это большая работа. Много снимали. Участвовали все. Ну и наш сайт православный библейский сайт во свете Библии. И тут самое ценное вопросы и ответы по тему. 55 тем. Сейчас я беру отдельную тему. Девятая она у нас есть. О войне. Вопрос 4000. 1471 открытым оком. 5 том. Почему первые христиане были так открыты непатриотичны к своей исторической родине? Они же были евреи, а во всем Ветхом Завете только и считаешь про войны и как они умели воевать с захватчиками. Это особенно видно в книгах маковейских. Почему же нигде ни слова в Новом Завете о том, что апостолы заботились о свободе своей родины, которая была под властью римлян? И в войну были патриоты в патриархии, призывали убивать оккупантов. Или я неправильно что-то поняла? Записка ко мне поступила на кафетру. Ответ. Вы поняли все как раз правильно. Апостолы вообще даже намека не давали о патриотизме, о защите оружием плотским своей родины земной. Они заботились о своих евреях только в одном плане, чтобы они познали Христа и обратились ко Христу и Христе. Со Христом жили и со Христом умирали и больше ничего знать не хотели. Вот видите, какой я даю ответ и подтверждаю это Святой Библией. Ефесянам 6.12 Потому что наша братья против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. 2 Коринства 10.4 Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы. Римлянам 9.3 Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих родных мне по плоти. Филиппийцам 1.21 Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Сравните с тем, как учат сегодняшний ура патриоты в рясах. Они же и близко не стояли к апостолам. Если охота воевать и убивать, то при чем тут Евангелие? Недавно прочитал одну статью, я ее вам принес. Считаешь и видишь перед собой этого вояку с кадилом. Он еще и шагу не сделал по направлению ко Христу, а только рукавами широкими ветер гоняет и пустоту разводит по печатным органам. Если бы с таким сподобиться перед слушателями побеседовать, он же с перепугу православия и армия в России. Солдату надлежит быть здравым, храбрым, правдивым, благочестивым, молись Богу от Него победа. Чудо-богатыри, Бог нас вводит, Он наш генерал. Александр Васильевич Суворов. Защита Отечества долг перед Богом и людьми. Психология русского воина воинская доблесть нашей победы всегда строились и должны строиться на силе духа. Наше государство создавалось и крепло силой народного духа, величием подвига миллионов людей и щадивших живота своего во имя родной земли. Церковь Православная на протяжении тысячи лет ковала несгибаемый дух русского патриотизма и ее зримый образ присутствовал во всей истории нашей многострадальной Родины. Так, если оглянуться на путь пройденной России, можно увидеть, церковь церковь внесла неоценимый вклад в победы, которые славой нашей Родины и ее народов являются. Церковь Православная освещала дело Отечества как религиозный долг каждого способного носить оружие. Эта наша церковь давала напутствие дружине святого благоверного князя Александра Невского. Это она вдохновляла ревность донского героя великого князя Дмитрия на поле Куликовом, где страшная сечь с ардой решала быть или не быть святой Руси с ее самобытной культурой. Благословенно на побоище с Сергием Радоневским монахи Пересвета и Ослябия были живыми символами слияния веры и силы, у которых из оружия было одно копье, а из доспехов только монашеская схима, когда выходили на единоборство с огарянским злочестием во главе с Щелубеем. Во времена смуты церковь удерживала нашу отчизну от распада и подвигла костьму Менина и Пожарского на жертвенный подвиг, а русских ратников на борьбу до победы. С крестом в руке под свист японской шимозы священники поднимали в атаку преданное и смертельно уставшие роты под Мукденом и Порт-Артуром. Во время Врика Отечественной войны всеми были осознанно, что надо открыто те оставшиеся усилевшие храмы открыть и молить Бога о победе, ибо уже не на что было надеяться, кроме как на помощь свыше, и Сталин тоже это понял. Нет русского православия нет победы. Такими яркими примерами церковь трудной для России сейчас с делом доказала свою верность. За 70-летний период богоборчества наш народ хотел сделать быдлом без высоких божественных идеалов, которые являются спасителями для каждой души. Эти идеалы остались и являются отличительной чертой народа и его армии. Я как священнослужитель говорю, лишение религиозно-нравственных опор национального самопознания пагубно сказывается на жизни народа и армии. Тем, которые понимают это, в армейской среде трудно справиться с захлестнувшим потоком иных ценностей, несвойственных природе русского человека. Во главе этого стоят люди, которые пытаются называть себя патриотами, но жизнь реально заставляет признать, что клянущиеся в любви к России и матушке и одновременно отвергающие православие любят какую-то другую страну. Хотя, в принципе, вполне можно допустить их личную благонамеренность и честность, но надо все же ясно понимать, такой путь ведет в тупик. сейчас мы часто являемся свидетелями великой отрады духовного пробуждения, видим, как робко делаются шаги к православию. В воинских частях и подразделениях строятся полковые храмы и часовни, принимают святое крещение молодые солдаты, поддерживаемые своими командирами, которые прошли боевую школу в горящих точках. С верой к нам возвращаются утерянные знания. Вера стержень подготовки работы над телом, работы над душой и работы с духом солдат. Все это было известно великим полководцам, в числе которых любимый Суворов. Он твердо держался убеждения, что наша армия будет сильна только благочестием и верой в Бога. Он в жизни воплощал этот взгляд. На свои деньги строил храмы, преподавал солдатским детям закон Божий, учил солдат молитвам, сам пел на клиросе, составил покаянный канон всемилостивому спасу. Плоды Суворовской школы точно такие, как и русского адмирала Федора Ушакова, причисленного за его благочестивую жизнь к лику святых русских русской православной церкви для нас является вдохновляющими свидетельствами славных побед и вечного посчитания. На примере лучших сынов нашего Отечества воочию убеждаются, что православие для народа русского даже не религия, а образ жизни. Наше будущее в прошлом любил говорить печальник за землю русскую митрополит Санкт-Петербургский Ладожский Янсенчево Лишь церковь поможет русскому миру восстановить былую славу нашего воинства. Необходимо воссоединить русскую армию с православной церковью, ибо на нашей земле они друг без друга существовать не могут. На Руси христолюбивое воинство и церковь издревле повязаны бранным братством. Воин крепил телесную сталь, монах ее засевал молитвенными трудами, чтобы произрос из нее росток духа христианского. Иеромонах Никандр Речкунов, исполняющий обязанности наместника Богородицы Казанского мужского монастыря село Коробейникова, газета «Мы вместе» Клуба ветеранов локальных вооруженных конфликтов номер 1 на 23 февраля 2003 года. Здесь столько не суразицы, столько не суразицы, столько бреда слепоствующего неисцельно, что и опровергать по частям не решишься, надо новую книгу писать. Ни звука, ни мысли христианской нету, и все это выдает в такой надутой форме, в такой обертке, что и сам вояка сей, видимо, самому себе понравился, как он ловко всех напугал и победил, не выходя из монастыря. Попрошу обратить внимание только на выделенные мной его слова. Слова совершенно не из Библии. О Христе вообще слова нет ни одного. Ну вот, если так, то сегодня все. все.